Акмолинская область является одним из основных агропромышленных регионов Казахстана. Здесь производят большую часть зерна, молока и мяса из экспортной продукции страны. Толокамышенко в Астраханском районе является неотъемлемой частью АПК региона. Основные направления деятельности хозяйства – животноводство и растеньеводство. 27 августа здесь началась уборочная эстрада. На сегодня кампания завершена на 95%. Если говорить об урожайности этого года, то, как и для всех в регионе, год стал экстремальным. Недостаток влаги дал о себе знать. Однако, благодаря применяемым в хозяйстве технологиям, урожай выдался достаточно неплохим. Выход зерновых в среднем с гектара составил 12 центнеров, что на три меньше прошлогодней статистики. Отметим, что в некоторых районах области этот показатель в текущем году с трудом достиг 5-6 центнеров. Качество пшеницы предприятия этого года характеризуется высоким. Натура – 820-830 грамм, клейковина – 32, белок – 16%. Аграрии хозяйства считают, что причина хорошего урожая – поздние сроки посева. Многие допустили ошибку ранними посевными работами. От этого у них и пострадал урожай. Посевную кампанию в ТОК «Мышенко» начали 16 мая и закончили 5 июня. Помимо зерновых, сельхозпредприятие занимается выращиванием кормовых и зернобобовых культур. Выход кукурузы на предприятии в 2021 году составил 200 центнеров с гектара. На высокое качество кукурузы повлияло большое содержание сухого вещества. «В данный момент убираем пшеницу, шорт-шортандинская, работают комбайны, классы, вектора у нас имеются. Машино-тракторный парк у нас обновлен почти что на 90%. Средняя урожайность по зерновым – 12 центнеров на сегодняшний день». Острой проблемой текущего года в стране стала заготовка кормов. Хозяйство с подобными проблемами не столкнулось. Они полностью заготовили корм для своего поголовья, остались и излишки на обеспечение жителей села. Машино-тракторный парк сельхозпредприятий обновляется каждый год, что также достаточно хорошо сказывается на сроках посевной и уборочной кампании. Аграрии района обозначают свою деятельность как земледелие, нежели растениеводство. Большое значение здесь придают обработке земли и уходу за угодьями. «Работа у нас заключается с сеем кукурузы, кормовые, пшеницы. Я именно сею кукурузу, потом у нас и накос. По технике у нас обновление, пресса хорошие пришли, крон, класс». Помимо растениеводства, хозяйство также занимается животноводством молочного направления. Сегодня общее поголовье скота здесь составляет 1500 голов, из них – 1000 – дойного поголовья. Молочную продукцию сельхозпредприятие поставляет в Североказахстанскую область. «Мы находимся в коровнике номер 8. Здесь находятся две породы – это галшина фриска и сементалы вместе. Данные коровники – 200 голов. Здесь стоит у нас доильный зал, елочка. На сегодняшний день за лактацией у нас до 7 тысяч литров. Трехразовая дойка с перерывом 8 часов. Работают две доярки в доильном зале. Потом на нашей ферме 100% искусственное насеменение. С прошлого года мы уже перешли на одно полное семя. Семя покупаем чисто американские, галшина фриски и сементалы». Виталий Красовский приехал из Украины работать на предприятии ветеринарным врачом. Специалист с особым вниманием относится к уходу за животными и занимается выведением чистокровных пород коров на ферме. «В том году было закуплено с Украины 396, по-моему, голов скота, чернорябый галштин молочного направления. На сегодняшний день пытаемся поднимать надои и сделать комфортные условия для животных, потому что порода одна из самых, скажем так, нежных и чувствительных ко всем факторам неблагоприятным. Также занимаемся воспроизводством. Перешли полностью на искусственное осеменение чернорябым галштином». Сегодня на ферме работает 38 человек. Суточный выход сырого молока составляет 10 тонн. В ближайшем будущем планируется открытие еще двух коровников на 800 голов. Также в планах есть самостоятельная переработка продукции. Это станет актуальным, когда ферма выйдет на суточный надой в 30 тонн молока. Хозяйство сотрудничает с финансовыми организациями и ежегодно расширяет производство как в растеневодстве, так и в животноводстве. Редактор субтитров А.Семкин